В дельте Волги, как мы видим, погода прекрасная. Прогноз для всех регионов европейской части страны. Сейчас на прямой связи с нами Гидромедцентр и дежурный синоптик Людмила Паршина. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер, Виталий. Грозы и температурные рекорды все чаще в сводках погоды. Будет ли спокойно в эти выходные? С антициклоном, который пришел с запада, погода в центре России станет спокойнее. И опять, благодаря его влиянию, жара будет нарастать. Но температурные рекорды маловероятны. Для центральной России они останутся в 2010 году, когда жара доходила даже в Москве до 37 градусов. А сейчас днем будет 28-33 градуса. Только в Воронежской и Тамбовской областях до 37. В субботу без осадков, в воскресенье и в понедельник пройдет грозовой фронт с дождем и порывистым ветром. И в начале рабочей недели температура понизится градусов на 8. Жаркие выходные в Повожье до 31-33, в Саратовско-Оренбургской областях вообще 36-38. Возможны дожди с грозами. В Оренбургской области в субботу сильные ливни с градом. При грозе ветер 15-20 метров в секунду. В связи с тем, что в Повожье дождей было мало и жара почти не спадала, высокая пожарная опасность сложилась в Удмуртии, Кировской и Ульяновской областях. А вот на севере уже бывают затяжные дожди и прохлада нередко поступает с Баренцева моря. В Мурманской области и Ненецком округе дожди днем 14-19. В Архангельской, Вологодской областях и Коми еще чувствуется лето днем до 28 градусов. В Карелии прольются дожди, в субботу местами сильные, прогремят грозы днем плюс 17-22. На северо-западе тоже ливневые дожди, грозы, ветер 15-20 метров в секунду. В субботу жарко, днем 24-30, в воскресенье похолодает до 18. В Калининградской области дожди будут небольшими, кратковременными, днем 19-23 тепла. Людмила, ну хорошая погода сейчас очень нужна и для уборки урожая, и для отдыха. Как говорится, юг это и житница, и здравница. Чего ждать там? Погода на юге устойчиво жаркая. Это хорошо и для отдыхающих, и для уборочных работ. Температура воздуха около 30 градусов в районе Анапы, Геленджика и в Крыму до 36. В Калмыкии, в Ростовской и Астрахамской областях сильная жара 40-41 градус. Но вот ливни с грозами, порывистым ветром, при горных районах с градом осложняют сельскохозяйственные работы. Наиболее вероятные дожди в республиках Северного Кавказа, а в субботу в Крыму и в районе Туапсе. Температура морской воды у побережья плюс 27, в Сочи 28 градусов. Но вода до сих пор теплая и в столичном регионе. Удаст ли жителям главных мегаполисов в ближайшие дни выехать на пляжи? Погода в Санкт-Петербурге не очень располагает к пляжному отдыху. Ожидаются ливни, грозы, порывы западного ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха в субботу ночью 16-18, днем 23-25 градусов. В воскресенье прохладнее, ночью до плюс 15, днем до плюс 19. А в Москву возвращается жаркая погода. В субботу ночью 16-18, днем 28-30 градусов. Дождя не будет и вполне можно провести выходной у воды. В Москве реке температура за чертой города плюс 20. В воскресенье днем воздух прогреется до 31-33 градусов. Но пройдет кратковременный дождь с грозой и порывистым ветром. Полноценно провести в этот день на природе может помешать этот дождь с грозой. В начале следующей недели дожди усилятся. Температура станет умеренной днем 20-25. Впрочем, потом погода пойдет на улучшение. И уже во вторник-среду без осадков и потеплеет опять до 30 градусов. Людмила Паршина с прогнозом погоды на выходные. И начало следующей недели.